Общественный контроль как инструмент взаимодействия исполнительной власти и жителей региона. В марте президент России внес Госдуму законопроект об основах общественного контроля за работой госорганов. Сегодня в Госсовете Чувашии прошли парламентские слушания на эту тему о том, как в Чувашии осуществляется общественный контроль. Смотрите в нашем репортаже. Такие формы взаимодействия, как общественные советы, общественная палата, институт уполномоченных и некоммерческие организации работают в Чувашии давно. Они контролируют соблюдение прав человека при реализации каких-либо государственных программ. Еще один действенный институт – парламент. Большую роль в общественном контроле играют политические партии, представленные в законодательном органе власти. Ведь мы с вами представляем разные политические силы, разные политические направления. Кто прав или не прав, пусть рассудит народ. Общественное мнение, доведенное до органов власти, обеспечивает обратную связь. По мнению главы Чебоксар, взаимодействие с различными организациями позволит улучшить жизнь жителей города. В администрации столицы используют различные формы изучения общественного мнения. Круглые столы, приемы граждан, прямые линии, отчеты. С октября 2019 года администрация города совместно с администрацией районов города проводит общественные обсуждения для изучения мнений жителей близлежащих домов по тем объектам, которые попадают под определение точечная застройка. В 2013 году проведено 26 подобных общественных обсуждений. В 70% случаев по их результатам принято отрицательное решение. Еще одна организация проводник – общественная палата. Особое внимание уделяется вопросам достойных условий жизни, проблемам ЖКХ, восстановлению прав и многим другим. Эти же вопросы решает и старейшая общественная организация – профсоюзы. Мы давно и активно участвуем в обсуждении принятия законов и иных нормативных правовых актов всех уровней, которые содержат нормы трудового права. Тем самым мы стараемся обеспечить общественный контроль на этапе принятия нормативных правовых актов. Принятие законопроекта потребует внесения более 25 поправок в действующее законодательство. Изменения коснутся градостроительного, лесного и водного кодексов, а также природоохранного законодательства и судопроизводства. Парламентарии готовы к кропотливой работе, если это необходимо для улучшения условий жизни земляков. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.